Перед вами новый Kia Soul Если вы встретите его в потоке, то можете перепутать со старым Поскольку на первый взгляд отличий очень немного А ведь это даже не листальник Это действительно новое поколение популярного городского компакта Автомобиль, душа которого и предназначение до сих пор является для меня загадкой Я не знаю, к какому автомобильному классу отнести Kia Soul Мне не очень понятна его популярность в Америке и у нас И не очень высокая популярность в Европе И наконец последней каплей стало то, что Kia Soul совсем недавно получил Высшую дизайнерскую награду Red Dot Современный дизайн вообще штука занятная Вот сейчас мы поедем в место, которое... Ну это не совсем дизайн, а скорее архитектура Тем не менее, если вы наберете в поисковике фразу Современный дизайн и архитектура То это место будет где-то в первом десятке ссылок Здесь недалеко, всего несколько километров по шоссе Пока мы доберемся до нужных нам мест Пару слов скажу о том, как ведет себя Kia Soul на шоссе Понятно, что высокая, сравнительно короткая и узкая машина С не очень длинной колесной базой Ну, такой обладает умеренной курсовой устойчивостью Впрочем, в новом поколении машину сделали чуть-чуть ниже Что, в общем, естественно, улучшило устойчивость Очень хорошо обновили подвеску Kia Soul Первая грешила не только излишней, как мне кажется, жесткостью Но и изрядным шумом, который поступал в салон от дорожного покрытия Ну, здесь просто как будто вот перерождение произошло Во-первых, комфорт Машина отлично сглатывает и мелкие неровности И достаточно крупные Никаких подбрасываний, никаких жестких проходов нет Кроме того, звукоизоляция Звукоизоляция вообще стала намного лучше Не только от подвески, чем грешило предыдущее поколение Но и от двигателя, и вообще и от шумов внешних В городе вообще ощущаю, что Kia Soul – это, безусловно, городская машина Городской компакт Обзорность великолепная Управляемость отличная на скоростях, разрешенных в городе Динамика, конечно же, не очень хороша 120 сил и 1.6 мотор для этой машины маловато Вот хорошо бы, если бы у нас продавался двухлитровый Но пока об этом разговора не идет Немножко перенасыщен кнопками руль Но, в общем, ничего лишнего здесь нет Управление акустической системой Управление клоис-контролем Управление системой голосовых команд И, соответственно, телефоном, который подключился по Bluetooth И есть еще дополнительные кнопки Это кнопка листания бортового компьютера Экрана бортового компьютера И кнопка управления режимами настройки усилителя руля Центральная консоль, она практически квадратная Очень большой дисплей, 8 дюймов С неплохой разрешающей способностью К счастью, стали уже ставить в автомобиле дисплей Который в пиксели прямо не вываливаются Прямо бросается в глаза Это система климат-контроля Вообще, она как бы главенствующая на центральном консоли С большой-большой рукояткой температуры С четкими, явными, ясными клавишами Которые можно не только пальцем управлять Но и, скажем, рукой в зимней перчатке Что, конечно, зимой очень удобно Вообще, все органы управления, они как бы не мелочатся Здесь все достаточно яркое, точное, четкое Панель приборов очень интересная Интересная она тем, что Две стандартные шкалы С приятной белолунной подсветкой И красными, с такого, под спорт Немножко стрелками Разделены достаточно большим дисплеем Я думаю, что как минимум здесь 3,5 дюйма Этот дисплейчик, он цветной На него выводится очень много информации Фактически, это дисплей бортового компьютера Куда выходит информация обо всем Начиная с радио Из частоты работы радио И заканчивая всеми служебными командами Которые можно управлять клавишами на рулевой колонке Ну вот, как я и обещал Мы приехали в место, где можно посмотреть На один из образцов современного дизайна Современной архитектуры Вот это здание у меня за спиной Это, по сути дела, местный клуб Ну или, если угодно, современный культурный центр И здесь, в Дании А мы в Дании, я бы сказал, не смущают российские номера Подобного типа, подобного стиля здания Очень много Обратите внимание, насколько сильно он отличается По стилю от Kia Soul У которого две прямых линии всего Это линия крыши И линия вот этого световая, так называемая, линия Которая визуально удлиняет автомобиль Но современность, современный дизайн Это не единственное, что есть в Дании Где истории современности живут, ну, буквально стена в стену Вот за моим плечом, всего каких-то 500 метров от современного здания Замок Замок с виду невзрачный, не очень большой Но если я скажу, чей это замок Вы сразу поймете, что это, пожалуй, самый известный из замков на планете Земля Это замок Принцедацкого, Гамлета Kia Soul 2-го поколения Очень небольшой автомобиль Тем не менее, его длина, превышая 4 метра Составляет 4140 миллиметров Ширина 1800 миллиметров Высота 1605 Колесная база 2570 миллиметров Дорожный просвет около 150 миллиметров Объем багажника В зависимости от положения спины к сидению От 354 до 686 литров Двигатель 4-средровый 1,6 литра Одинаковый объем для бензина и для дизеля Мощность, соответственно, 124 лошадины силы бензина И 128 сил у дизельного мотора Расход топлива приблизительно 7,9 литра на 100 километров Разгон, в лучшем случае, 11,3 секунды до 100 километров в час Мы свернули на лесную дорожку Решили в грязь какую-то не ссылаться особенно Ну, просто чтобы проверить, каково это ездить по дорогам без твердого покрытия Ну, знаете, вполне нормально Пару кусочек грязи было, противосточная сработала Никаких особенных ощущений нет Если будут цепи, то вполне можно будет проехать там, где не очень чистая дорога Но Kia Soul на цепях в грязи, это, конечно, крайность Понятно, что ходовая часть не рассчитана на большие нагрузки По сути дела, платформа здесь Kia Seat Обычные легковушки Ну, и из этого нужно и исходить Тем не менее, ну, нормальные ощущения Вполне можно ездить по лесным, по проселочным дорогам Никаких проблем с этим нет Пока мы катались, как видите, распогодилось И мы забили стенок, чтобы нас и вас не слепило солнышко Я хочу рассказать о салоне, о внутреннем убранстве нового Kia Soul Аудиосистема Объединенная с навигацией и с бортовым компьютером Чтобы разбираться с ней, нужно, конечно же, почитать инструкцию Потому что здесь очень-очень много всяких функций Ну, самое главное вот в этой аудиосистеме, конечно же, потрясающее качество звука Система сделала Infinity и отстроила все шесть динамиков Ну, вот просто великолепно Для такой маленькой машины, я считаю, что это, ну, шедеврально совершенно сделано В частности, вот подсветка, скажем, динамиков Это довольно оригинально, это интересно Водительское кресло оснащено электроприводом Оно регулируется практически во всех возможных плоскостях В том числе и по углу наклона подушки Есть поясничный подпор Интересно то, что педаль газа Kia Soul напольная Как в магистральных тягачах или, если угодно, в спортивных машинах Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях по вылету Да, довольно большое расстояние и по углу наклона В турманское кресло оснащено попроще Здесь механическая регулировка расстояния до панели И угол наклона спинки, и все Вот, как видите, здесь еще есть небольшой карманчик Вообще с бардачками У Kia Soul неплохо Основной, ну, довольно глубокий и большой Здесь есть подлокотник с ящичком В дверях карманы с отделениями для бутылок Сейчас мы переместимся назад и посмотрим, какого вообще на заднем диване Kia Soul довольно высокий Поэтому посадка у нее вертикальная Как впереди, так и сзади За счет этого, в общем-то, и получается достаточно большое пространство И, скажем, я сам за собой, как видите, могу сесть, ну, с относительным комфортом С относительным, потому что я все-таки чуть-чуть упираюсь коленками в спинку переднего сидения Ну, совсем чуть-чуть И из-за панорамной крыши я еще касаюсь и макушкой потолка Не очень сильно, но все-таки довольно неприятно Я полагаю, что у машин без вот этого вот накрышной системы Пространство над головой будет чуть-чуть побольше Прежде чем у заграния внутрь, хочу обратить внимание на две детали интересные Это вот эта вот, называемая, летящая панель Новое дизайнерское решение для Kia Soul Ну, и камера заднего вида, вот она такой, с вообразной пирамидки устроена Дверь по-прежнему скрывается от самого багажника до самого верха Поднимается довольно высоко, ну, так, умеренно высоко Высота проема, ну, сантиметров 80, ширина где-то около метра Погрузочная высота, как видите, довольно большая Но сам багажник, ну, невероятно мал Его немножко увеличено, несколько литров буквально И здесь теперь примерно, ну, 345, если я не ошибаюсь, литров объема Правда, он немножко трансформирует Вот этот пол можно вынуть, правда, не так уж просто это сделать Поскольку он здесь, в общем, занимает все пространство И достать еще и вот такую вот ванну, с позволения сказать Из пенопласта И тогда у нас откроется доступ к докатке И, кроме того, мы можем просто объем вот по вертикали багажника увеличить Ну, заметно, я думаю, что литров на 40 Диван тоже можно трансформировать Но, впрочем, это слишком громкое слово Можем просто откинуть спинку вперед К сожалению, подушка уже не складывается То есть то, что называется книжкой, не получится сделать И, несмотря на то, что я говорил, будто бы старый Киасол в потоке невозможно отличить от нового Есть все-таки пара деталей, которые позволят вам выделить именно новый Киасол Отличив его от старого Это, прежде всего, вот эта вот маска бампера С характерными такими вот ячейками фальшишетки радиатора И вот эта панель, которая официально называется улыбка тигра Неофициально, что тебя называют носом тигра Ну, честно говоря, здесь, собственно говоря, все Противотуманки, фары, все это примерно похоже на то, что было в прежнем Киасол Главное же во внешнем виде Киасол, нового Киасол То, что конструкторы и дизайнеры, прежде всего, сохранили контуры, линии и внешний облик Таким же, каким он был у первого Киасол В соответствии с теми пожеланиями, которые актуальные владельцы и будущие владельцы Высказали маркетологам корейской компании И, таким образом, у нас тут своеобразно уникальная ситуация У нас совершенно новый автомобиль, гораздо более качественный, гораздо более собранный Который великолепно вписывается в самую современную городскую Ну, и не только городскую, как вы видели, среду Создавает такое понятие, как культовый автомобиль Но, по крайней мере, производитель точно хотел бы, чтобы Киасол стал культовым автомобилем КОНЕЦ КОНЕЦ